ДОСТИГАЯ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Брухим Хабаим Беша Мадонай Нет, это не какой-то иностранный язык, это Равин Шнайдер, добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса» Эта фраза означает «добро пожаловать во имя Господа» Синтия, дорогая, я так рад, что ты сегодня здесь Мы продолжаем разбирать первую книгу царств, ту ее часть, которую часто называют «Песней Анны» У нее было смиренное сердце, и она уповала на Господа Да, да, самое важное – всегда помнить о Боге в любой ситуации Это заставляет нас развернуться и покаяться, а также пойти по Его пути, который ведет к свету Если мы развернемся и посвятим свою жизнь Ему, то от этого нам будет только лучше И мы любим Бога и Слово Его истины Да, ее смирение было просто огромным, она даже сказала «Никакие надменные или высокомерные слова не выйдут из моих уст» Это очень важно, особенно сегодня, если учесть, как мы разговариваем, какие у нас суждения о ситуациях и людях Мы знаем лишь немного, вот столько, поэтому ничего не можем говорить Лучше всего помалкивать, пока мы не будем точно знать, что же происходит Это и есть страх Божий, которому мы и будем учиться с вами сегодня Шалум Увраха, мир и благословений вам Сегодня мы продолжаем серию программ на основании Первой книги Царств, которую я назвал «Песня Анны» На иврите это будет «Песня Ханны» Это уроки о суверенности Бога Если вы не слышали первые проповеди этой серии, то обязательно прослушайте ее Я вам обещаю, что, скорее всего, такого вы еще не слышали Я хочу помочь вам укорениться в том, кто такой Бог А узнать это можно только из еврейского писания Две трети нашей Библии – это Ветхий Завет, который на иврите называется «Танах» Но многие христиане знают только Новый Завет, да и то весьма поверхностно И как результат у нас есть только неверное понимание того, кто такой Бог Изучая жизнь Анны, то, как Бог поступил с ней, какой это был для нее опыт и как она реагировала на то, что делал Бог Мы можем понять, как нам сегодня ходить смиренно под Божьей властью К сожалению, сегодня мы не будем повторять то, что мы узнали в прошлых эпизодах, потому что там было очень много материала Из уважения к тем, кто смотрит нас постоянно, мы просто пойдем дальше Если вы не видели наши прошлые выпуски, то обязательно посмотрите их Вы можете найти их на Ютьюбе или посмотреть по телевизору в другое время Итак, мы продолжаем с третьего стиха Много лет у труба Анны была закрыта, но она наконец-то забеременела За это она прославила Бога и пообещала посвятить этого ребенка Ему Бог ответил на ее молитву, и она родила Самуила, который стал одним из величайших пророков Израиля И сейчас мы видим ее в храме, посреди ее песни хвалы Господу Она говорит так «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших» А я хочу задать вам вопрос Как часто вы позволяете надменным речам выходить из ваших уст? Кто-то задает нам вопрос, или что еще хуже? Нам самим хочется прокомментировать что-то И тут мы очень часто Наши речи и наши мнения основаны на надменности, гордости и высокомерии Правда в том, что мы не знаем, о чем говорим К примеру, мы говорим о каком-то человеке А мы хоть знаем его лично Действительно ли можем критиковать его? Хорошо ли понимаем, какой путь он прошел? Действительно ли мы знаем, почему он поступил так, как поступил? Мы ничего об этом не знаем Только Бог видит сердце, но в нашем сердце нет страха Божьего И поэтому мы критикуем этого человека Мы рассказываем всем, что мы думаем по этому поводу Мы высказываем свое мнение по другим вопросам Но правда в том, что зачастую мы не знаем, о чем говорим Анна понимала силу и святость Бога И поэтому она здесь и говорит Дерзкие или надменные слова Да не исходят из уст ваших Люди часто спрашивают меня о чем-то, и я говорю Я не знаю Поймите, я просто не знаю Кто-то спросил мое мнение об одном человеке И я ответил А я не знаю Кто я такой, чтобы судить этого человека? Библия говорит Кто вы такой, чтобы судить чужого слугу? Мы так часто высказываем свое мнение О политике и о других вопросах Но мы же не знаем, о чем говорим Мы слушаем только одну сторону Мы выбираем те каналы, которые разделяют наше политическое мнение На каждом новостном канале своя предвзятость То, что они нам говорят, мы принимаем за правду Но мы не знаем всех фактов Только Бог знает все И мы должны работать над своим сердцем, чтобы не говорить надменно Писание говорит Пусть ваше «да» будет «да», а ваше «нет» будет «нет» Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова Я призываю вас не быть слишком быстрыми в своих суждениях Потому что очень часто корень этому — гордость Часто люди, критикующие меня, понятия не имеют, о чем они говорят Они не знают моей жизни, но по своей гордости думают, что могут судить обо мне Они не знают фактов Это просто высокомерие Я не цепляюсь к тем, кто критикует меня А применяю это к себе и ко всем нам Мы должны быть очень осторожными в своих словах Как сказала Анна, дерзкие или надменные слова «Да не исходят из уст ваших» Мудрый человек не многословен Дерзкие слова «да не исходят из уст ваших» Ибо Господь есть Бог ведения или знания Он знает конец от начала Приведу один пример, чтобы вам было понятнее Иногда мы по поведению человека определяем, какое у него сердце То есть человек чем-то обидел нас И мы решаем, что эти действия по отношению к нам говорят о том, что он, к примеру, гордый Возможно, это отчасти и правда Но на самом деле им может двигать страх Или неуверенность в себе Но мы не вникаем в то, что это может быть страх Комплексы или неуверенность в себе Нас волнует лишь то, что нас обидели Мы тоже не уверены в себе И это чувство мешает нам правильно и целостно анализировать ситуацию Поэтому мы, в свою очередь, порицаем и осуждаем этого человека Хотя все дело в том, что все мы разбиты Помните, что Иешуа сказал на кресте? Его преследователи и ненавистники осудили его и прибили ко кресту Но что же он сказал о них перед смертью? Он сказал, отец, прости их Потому что они не понимают, что делают Иисус не стал обижаться Он прекрасно понимал, что они поражены дьяволом И не совсем понимают, что они делают Или против кого они выступают А точнее будет сказать, они вообще не понимали этого Итак, давайте будем быстрыми на слышание И медленными на слова И давайте уж перестанем так быстро осуждать всех вокруг Высказывать свое мнение и ходить в своей самоправедности Анна получила это откровение Перестаньте говорить гордо и высокомерно Мы должны задать себе вопрос Почему мы не евангелизируем больше? Возможно, потому что нас больше волнует мнение людей Чем мнение Бога Я чувствую, что тут много людей Которые были неверны в своем служении до этого момента Когда Равин говорил В моей голове было множество мыслей самых разных Я живу в городе И там есть люди Которые занимаются бизнесом Они делают это в моем районе Я пастор Но я прохожу мимо многих домов И даже не останавливаюсь Чтобы прийти и рассказать им о Господе Иисусе Вот так я и живу Я даже не потрудился поговорить с ними Это означает, что я наслаждаюсь всеми преимуществами пастора Но не выполняю Божью работу Господь коснулся моего сердца и бросил мне вызов Я изменился Сегодня я пойду и буду проповедовать Евангелие людям в моем квартале Прочитаем еще раз Дерзкие слова да не исходят из уст ваших Ибо Господь есть Бог ведения И дела у Него взвешены Анна говорит, что Бог знает все И он взвешивает все дела Как я уже говорил Мой любимый ответ, когда меня спрашивают о чем-то Это Я не знаю Почему же я так говорю? Я не хочу, чтобы Бог судил меня за то, что я говорю гордо Надменно О том, чего я не знаю Или о чем у меня нет всех фактов Я не хочу выносить вердикт, исходя из моей самоправедности Это гордость, а за гордость я буду осужден И поэтому я говорю, я не знаю Я не хочу осуждения Еще одна моя любимая фраза Это Бог знает Кто-то задает мне какой-то вопрос и ждет моего ответа А я отвечаю Бог знает Послушайте еще раз слова Анны Ибо Господь есть Бог ведения И дела у Него взвешены То есть Бог понимает, что происходит Он знает все И Он взвешивает все поступки человеком То, что мы видим на поверхности, имеет более глубокие корни Я приведу вам очень простой пример Возьмем, к примеру, проститутку Самоправедному человеку очень легко осудить проститутку Считая ее худшей из всех грешников И самым падшим человеком, которого можно просто списать И даже не считать человеком Конечно же, проституция – это ужасный грех Но когда Бог смотрит на проститутку То видит не ее, а моральный грех Бог знает все И, как сказала Анна, Он взвешивает Все дела человека Что это означает? Бог смотрит на эту женщину Не только в данный момент И в данной ситуации Когда она стоит на улице Господь взвешивает все дела И Он может увидеть, что когда ей было два года Ее мама была наркоманкой И уже с двух лет эта девочка Растущая без отца Видела, как к ее маме Постоянно приходят мужчины И используют ее Конечно же, это всего лишь гипотетическая ситуация Хотя так бывает очень часто Девушки, которые становятся проститутками Росли с матерями, которые не заботились о них И жили как зомби С ранних лет Такие девочки видели нездоровые отношения своих матерей с мужчинами И у них нет правильного жизненного основания И, конечно же, теперь они на улице стоят и продают себя Бог не смотрит на этих женщин Как на ужасных женщин Бог взвешивает ее действия И смотрит А почему она стала такой? И Он любит ее Поэтому мы должны быть скорыми На слышание И медленными На слава Медленными На осуждение людей Вот почему Иисус сказал Не судите И не судимы будете Вот почему Он сказал Тот, кто без греха Пусть первым бросит камень Бог знает все И Он взвешивает все дела И нам нужно смотреть на свою жизнь И на свое сердце И спрашивать себя Как мы живем? Какой у нас характер? Что мы за люди такие? Возможно, мы постоянно Раздаем всем свое мнение Хотя не имеем на это никакого права Возможно, мы обсуждаем Всех людей и все ситуации Вынося свой приговор так Будто бы мы знаем все вокруг А мы понятия не имеем Что происходит на самом деле Мы не Бог Мы не можем судить обо всем У нас нет Божьего разума И Его мыслей Чтобы делать правильные выводы И суждения о человеке Или ситуации Поэтому давайте не будем спешить И не будем быстро высказываться По любому поводу Иначе в нашу жизнь Придет осуждение Анна была святой женщиной Которая жила в страхе Божьем И нам тоже нужно развивать его В нашей жизни Страх Божий – это начало мудрости Без страха Божьего Никто не увидит Бога Страх Божий чист И он преображает душу Он освобождает нас От гордости И от говорения пустых слов Которые на самом деле Мотивированы дьяволом Еще раз посмотрим на слова Анны Дерзкие слова Да, не исходят Из уст ваших Ибо Господь Есть Бог ведения И дела у Него Взвешены Лук сильных преломляется А немощные Припоясываются силою Сытые работают из хлеба А голодные отдыхают Даже бесплодные рождают Семь раз А многочадные изнемогают Здесь речь идет об обратном порядке Это то же самое, что имел в виду Иешуа Когда говорил Первые станут последними А последние первыми То есть в будущем В царстве Все будет наоборот Многие из тех Кто были пренебрегаемы И унижаемы в этом мире Поднимутся Они воссияют во славе В царстве Божьем А многие из тех Кого ценили И честовали в этой жизни Станут наиболее пренебрегаемыми Или лучше будет сказать Они займут самые низкие места В грядущем царстве В Новом Завете Апостол Павел говорит Посмотрите на себя Он обращается К Экклесии К церкви Он говорит Среди вас Немного известных И немного благородных И не так много Супербогатых Потому что Бог Избрал низкое Этого мира Чтобы потом Поднять их В конце времен И осрамить Мудрых Именно об этом Анна и говорит Здесь Все те люди Которых вы Видите сегодня На высоких позициях И с большими деньгами Будут последними В грядущем веке Поэтому давайте жить Помня о вечности Потому что если у нас Не будет страха Божьего сейчас Мы будем гнаться Не за теми ценностями И не за теми людьми И будем разочарованы В мире грядущем А нам нужно быть слугами Сытые или богатые Работают из хлеба То есть сейчас они богаты Но в грядущем мире Они будут наниматься За кусок хлеба Значит Они будут бедными А голодные отдыхают Даже бесплодные Рождает семь раз А многочадные Изнемогают Сейчас Вы можете быть Пустыми Но Если вы Держитесь За Иешуа Конец вашей истории Еще не написан Даже бесплодные Рождает семь раз А многочадные Изнемогают То есть В этом мире У вас может быть Много детей Но если вы не живете Для Бога То в грядущем мире Вы будете пусты Весь смысл этого отрывка В том Чтобы не жить Только сегодняшним днем Мы живем в эпоху Эгоизма И материализма Мы живем в эпоху Сиюминутного И временного Но Библия Говорит нам Фокусировать Свой взгляд Не на том Что внизу А на Мессии Который сидит Наверху Одесную Бога Мы знаем Что Моисей Вместо того Чтобы жить Комфортно Как египтянин Выбрал Уйти в пустыню Потому что Хотел быть Народом Божьим А Авраам Оставил свой дом Где ему было Комфортно И отправился За Богом И за Его Вечным Царством Которое должно Было быть Лучше всего Что у него было Библия говорит Что мы с вами Должны жить Как пришельцы В этом мире Мы не надеемся На то Что кульминация Произойдет В этом веке Но мы каждый день Берем свой крест Сражаемся в вере Зная Что наша вечная Награда Находится В грядущем Царстве Библия говорит Что там Где ваше сокровище Там будет И ваше сердце Поэтому Фокусируйте Свой взгляд Не на этом мире А на Царстве И на Иисусе Который придет И воздаст Всем по их делам Именно об этом Здесь и говорит Анна Многие сейчас Идут по жизни Налегке И кажется Что у них Полноценная жизнь Но из-за того Что они Не живут Для Бога Придет время Когда они Будут Опустошены А смиренные люди Жившие Для Бога Будут возвышены И будут Невероятно Счастливы Дорогие мои Это не просто Риторика А Слово Бога К вам Посмотрите На свою жизнь Если вам Нужно Изменить Свои приоритеты То сделайте Это прямо сейчас Потому что Царство Божие Уже близко Оно ближе К нам Чем Когда мы Уверовали Шалом вам Завершим передачу Благословения В шестой главе Книги Чисел Бог Отец Сказал Моисею И Аарон Произносите Это благословение На мой народ И тогда Мое имя Будет на них Возлюбленные Дети Бога Я хочу Чтобы прямо сейчас Вы приняли Благословение Своего Отца Своего Отца Пнавей Леха Вей Асем Леха Шалом Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля Благословит вас И сохранит Пусть Господь Презрит лицом Своим на вас И будет милостив К вам Да обратит Господь Лицо свое На вас И пусть Бог Отец Продолжает Непрестанно Давать вам Божий мир Если двое Из вас Согласятся На земле Просить о всяком деле То чего бы Не попросили Будет им От Отца Моего Небесного Позвольте Позвольте нам Молиться О вас Присылайте нам На сайт Ваши молитвенные Просьбы Или пишите На наш почтовый адрес Наша команда Молитвенников Молится за каждую Нужду в отдельности Когда вы Получите ответ От Бога Или если Бог Коснулся вас Через наше служение Вышлите нам Свое свидетельство Мы хотим Радоваться вместе С вами Ваше свидетельство Вдохновит других Мы побеждаем Кровью Агнца И словом Свидетельство своего Молитесь также и о нас Чтобы Бог Отверз нам Дверь для слова Возвещать Тайну Христову Программа Узнавая Еврейского Иисуса Достигает Израиль И весь мир Этот выпуск Был завершающим Серии Песнь Анны Сезон 1 Если вам понравилось Это учение И вы хотели бы Приобрести его Свяжитесь с нами Вся информация На экране Вы получаете Назидание в вере И обновление Через проповеди Равина Если вы получаете Благословение Через проповеди Равина Шнайдера Мы приглашаем вас Стать нашим партнером Достигая Израиля Весь мир Заходите на наш сайт Или позвоните нам По телефону на экране Чтобы стать партнером Служения Равина Снарядить тело Христа Созидать церковь И благовествовать Этому миру Благодаря вашей поддержке Служение Узнавая Еврейского Иисуса Сможет достичь мест Которые мы не смогли бы Достичь без вашего участия Вместе мы Производим перемены И готовим путь Для возвращения Царя Иисуса Спасибо, что были Сегодня с нами Возлюбленные Я молюсь о том Чтобы Бог Отец Продолжил и дальше Использовать меня В качестве клинка Его Слова Которое живо И действенно Острее меча Обоюдоустава Оно приходит к нам В силе Духа Святого Через Мессию Иисусом Чтобы этот процесс Происходил Я должен находиться Под Его властью А когда мы находимся Под Ним Это влияет на наши мысли Наши отношения Наши слова На все в нашей жизни Включая Использование Наших финансов Я предлагаю вам Отдать свои финансы Богу Мы не можем войти В полноту Его присутствия Не отдав себя Ему Во всех сферах Своей жизни Если Господь Благословляет вас Через это служение И вы ощущаете призыв Сделать пожертвование Тогда возлюбленные Я прошу вас Будьте послушны Господь Да благословит вас Обильно Если вы хотите Стать нашим партнером То отправляйте Свои пожертвования По адресу Которые вы Видите на экране Для пожертвований Кредитной карты Позвоните нам По номеру 800-377-835 Или отправьте СМС Или же вы можете Сделать это На нашем сайте В знак благодарности Мы вышли вам Аудиопроповедь Равина Шнайдера И наш информационный бюллетень Ваше даяние Принесет Божие спасение В Израиль И весь мир Через интернет Селедине И Кроссель Свои СМС Сообщения Вы можете Присылать нам На номер 453-7 На земле Многие из нас Верны Господу Финансам Если вы желаете Почтить Господа Своими финансами Отправившись на небеса Зайдите в раздел Извещения Телепередача Равина Шнайдера Узнавая еврейского Иисуса Теперь доступна На русском языке На YouTube Равин Еврейский Верующий В Мессию Иисуса Слушая И применяя Принципы этих уроков Вы получите Откровение Сегодня Для вашего Лучшего будущего Посетите YouTube Сегодня И подпишитесь На канал Узнавая еврейского Иисуса Также Убедитесь Нажать на значок Колокольчика Рядом с кнопкой Подписаться Чтобы получать Уведомления И не пропустить Ни одного эпизода И не пропустить